У нас в студии Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного Института Управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, член Комитета Гражданских Инициатив. Добрый день, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну вот, темы, с которой мы решили сегодня начать, это событие, которое произошло на прошлой неделе в Петрозаводске. Суд Петрозаводска арестовал на два месяца председателя Карельского регионального отделения общества «Мемориал» 60-летнего Юрия Алексеевича Дмитриева по обвинению в изготовлении порнографии. Ну, уже известна реакция на это правозащитников. В частности, по поручению правления Международного общества «Мемориал» председатель правления Арсений Рогинский направил письмо прокурору Карелии, Республики Карелия с тем, чтобы он взял под личный контроль, и что вот это обвинение на взгляд правозащитников достаточно абсурдно. Ну, там речь идет о некой фотографии из личного архива, где была снята 11-летняя приемная дочка Алексеева вместе с его родной внучкой, которые голышом бегут в ванну. Ну, и по словам Дмитриева, он не размещал это в интернете, однако накануне его квартира якобы была взломана, пришли люди, ничего не взяли, но копались в вещах, включали компьютер. Ну, в общем, вот такое. Ну, еще что бы я хотел добавить, что, как сообщают правозащитники, в средствах информации уже идет дискредитация и «Мемориала» Карельского, и самого Дмитриева, в связи с этими событиями, хотя событиями, хотя суда еще не было, он всего лишь взят, ну, под стражу и арестован. Ну, что я могу сказать. Конечно, достойный ход со стороны правоохранительной системы Карелии, поскольку здесь дело не в том, что он же мемориалец, он не мемориалец, но если мы так будем понимать слово «порнография», а вообще-то говоря, существует определение законодательно, что это такое, и просто изображение обнаженного тела этим не является. В таком случае, если мы пойдем табуировать любое обнаженное тело, то тогда нам придется закрыть половину, очистить русский музей, очистить Эрмитаж, потому что там достаточно много изображений обнаженных граждан, и если это расценить как порнография, то тогда это надо все закрывать. Если вы когда-нибудь для себя сфотографировали обнаженное тело вашей собственной жены в молодости, чтобы потом вспомнить, какой она была красивой, ну, у вас есть шанс попасть за решетку, потому что вот так расширительно это трактуется. Это вообще, конечно, не имеет никакого отношения к порнографии, это полностью изобретение местных товарищей, которые решили по каким-то причинам этого человека закрыть. Более того, даже если возникают такие позиции, есть достаточно большой арсенал мер пресечения, человек не является общественно опасным и не в состоянии, наверное, скрыться там, оказать давление на что-то. У нас министр Улюка домашним арестом находится с двумя миллионами долларов в чемоданах, а вот в этой ситуации человека закрывает. Понятно, что это достаточно жесткие меры к неудобному человеку, который, конечно, не вписывается в ту картину мира, которая сегодня опять выстраивается. Да, он рассказывает о том и старается будить память, как это происходило, каким образом в Советском Союзе, в нашей стране общество разделилось на разные части, и как получилось так, что мы заплатили за этот трагический раскол совершенно фантастическую плату, и миллионы людей либо были просто расстреляны, либо ушли по этапам. Я могу сказать, что это, конечно, выросли достойные наследники тех, кто этим занимался. И разговоры о том, что вот зачем все это бередить, надо ли об этом говорить, это не к тому, чтобы там сегодня уже заниматься, опять же, и взгуматься наказанием тех, кто участвовал в этом, а это для того, чтобы больше не повторялось, потому что мы по-прежнему не можем понять, что произошло, и у нас в обществе идут постоянно дискуссии, а смысл которых сводится к следующему, так можно это повторять или нельзя, так это правильный способ. Вопрос не о прошлом, вопрос о будущем. Я хотел бы напомнить, которые говорят, что да, там, врагов там уничтожали и так далее, что первое, если вы посмотрите список Совета народных комиссаров Ленинского СССР 1-го, 23-го года, то вы увидите, что в 37-м и 38-м годах были расстреляны все члены Ленинского правительства, за исключением тех, кто успел умереть до того как. Это надо понимать, что у нас вообще все руководство страны было исключительно предателей и враги, включая Ленина, который их и туда собрал. Ему просто повезло, что он не дожил до этого славного момента, а не то, что там какие-то недобитые кулаки и прочее, прочее. В том Совнаркоме СССР Сталина не было, он был только в Российском Совнаркоме, поэтому он отомстил старшим товарищам. Вот это первое. И второе, каждый раз, когда люди говорят, что правительство или власть всегда была права, то это означает, что миллионы народа были неправы. А это означает, что те люди, которые, как им кажется, выступают с патриотических позиций, они на самом деле презирают собственный народ и бросают ему такие обвинения, обвинения, которых он однозначно не заслужил, что там предатели, враги, саботажники, вредители и так далее и тому подобное. Если посмотреть все, что было сказано, я еще раз подчеркну, что русский народ, российский народ, советский народ этих обвинений не заслужил. И повторять и бороться с мемориалом только потому, что вот эти все истории происходят, это невозможно. Вот у меня два деда. Один дед пропал без вести на Лужском рубеже, и он последнее письмо прислал и сказал, что если он выжжет, это будет чудо, это ополчение. А второй дед, это бедняк, вологодский крестьянин, который был очень сильный и самостоятельный, никогда не гнул спину. И бабка рассказывала, и когда сказали всем, как один колхоз, он их всех послал подальше, после чего оказался вот именно там, на Беломорканале. Ну, собственно, там и умер. И вот этот человек, Дмитриев, пытается сегодня эти места раскопать, поставить памятники, ну и, грубо говоря, сказать, чтобы помнили о том, как это бывает, из чего начинается, когда закатывают руки вот эти товарищи. Поэтому сейчас это не только обращение к прокурору, это достаточно серьезная реакция должна пойти, потому что по-другому нельзя. Со стороны общественности, со стороны людей, со стороны настоящих граждан России. Вот здесь, если вернуться к Юрию Дмитриеву, то он ведь один из первооткрывателей крупнейшего захоронения, где были погребены, расстреляны, а ныне там мемориальное кладбище Сандармух. Вот я лично видел этого человека, когда он приезжал в Петербург и выступал как раз на презентации открытого сайта в Сандармух здесь, в Петербурге, вместе с питерскими мемориальцами. Да, ему звонили и начинали всякие задавать вопросы именно по поводу тех списков, которые опубликовали, были опубликованы по составу сотрудников НКВД. Очень, конечно, это было все вчера, 37-38 до 53-го, это реально вчера, это на самом деле очень недавно. И поэтому риск того, что мы можем очередной раз сорваться в нечто похожее, может быть, в более мягких формах, он велик. Вот он просматривается на этих примерах. Здесь я бы еще хотел одну вещь упомянуть. Вот эта приемная дочь, 11-летняя, поскольку его гражданская жена сейчас находится в больнице после операции, то эту дочь забрали в органопеки. И что потом я могу предположить, как там будут с ней беседовать, чтобы она показывала на Алексеева, это еще тоже большой вопрос. Мы же знаем, как работали с членами семьи изменника Родины. Все достаточно понятно и достаточно прозрачно. И, в общем, вот уже о детях там, обо всем остальном уже никто не думает. Потому что это, опять же, пока у нас опять стало принципиальным вопросом, вокруг которого идут вот такие битвы и схватки. Понятно. Ну, в общем, будем надеяться, что Юрию Дмитриеву помогут и правозащитники. Насколько я понимаю, туда вылетел адвокат из Петербурга. Так, во всяком случае, в СМИ было сообщено. Ну, и что правозащитники, ну, и СМИ будут как-то оказывать... Ну, хотелось бы услышать реакцию полномочного по правам человека, в том числе. И это тоже интересно, поскольку вот права человека, вот история, вот страннейшая квалификация. Потому как мы понимаем, как определяется порнография. Откройте, почитайте. Это не просто изображение обнаженного тела. Мы тогда сейчас все академии художеств позакрываем, и все наши музеи, и громадное количество кинофильмов, и прочее, и прочее. Ну, чё ж. Дальше наденем на женщин платки и пойдём в направлении к соответствующим нормам, известным на Востоке. Да. Возможный вариант. Ну, ещё одна тема. Спецоперация в Грозном была на прошлой неделе. Буквально вот в самой... Ну, совсем недавно, скажем так. По сообщениям, якобы порядка семи человек, я могу, правда, ошибиться в цифре, было убито. Трое или четверо задержано. Дают показания. И, ну, называют их, сам Рамзан Кадыров назвал их, боевиками. Но вот в новой газете некий высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по республике сказал, что подполье, как таковое, в Чечне уничтожено. Но, по словам источника, нападение больше похоже на первые признаки плохо скоординированного вооружённого выступления против чеченской власти. Как вы относитесь к таким определениям? Ну, первое, конечно, событие очень тревожное. И очень настораживающее, поскольку мы видели реально, что стрельба, автоматическое оружие. Понятно, что республика напичкана оружием. Погибли полицейские. Погибли полицейские, погибли нападавшие. Трое, которые допрашиваются, они просто раненые. И надо сказать, что всё начиналось с ограбления квартиры сотрудника ДПС. А дома у него находился автомат Калашникова и 9 набитых рожков. Вот, собственно, состояние правопорядка и всего остального, о чём можно говорить. Потом они ещё одну квартиру пытались там ограбить, тоже поживились оружием. А потом захватили машину, а потом началась стрельба. Я понимаю, что сегодня будут строиться версии, что это такое. Одни будут говорить, что это вот какие-то элементы сопротивления. Пытаюсь привлечь внимание к тому, что, конечно, Чечня всегда была республикой, состоявшей из кланов. И сегодня этот клановый баланс сильно традиционно нарушен, поскольку практически всё отдано под руководство, под контроль одного из кланов. Но, с другой стороны, полностью имеет право на существование вторая версия, которая тоже нуждается в доказательстве, что реально эти люди были фактически соторонниками исламского государства, со всеми вытекающими шагами и действиями. Потому что действия носили по существу террористический характер, вооружённое нападение на представителей правоохранительных органов. Это, конечно, молодёжь от 18 до 20 лет, что, безусловно, печально. И это, по крайней мере, говорит, что весь тот благостный образ абсолютно замирённой, спокойной Чечни, он в значительной степени образ пиаровский. А реально картина настолько сложна, вот она прорывается периодически на поверхность, нервно напряжён. Дальше будем смотреть, может быть, какой-то шанс и есть, что мы узнаем реальные причины выступления этих ребят. Хотя, стопроцентно я, конечно, за это не поручусь. Ну, вот, правда, Рамзан Ковдоров говорит, что они связаны с ИГИЛ. Тоже невозможно исключить, почему нет, поскольку мы сталкиваемся с этим во многих частях мира, в том числе, а это может быть и в нашей стране, или никуда, собственно, от этого сегодня не деться. Это вполне возможный вариант. Я бы сейчас не исключал ничего, пока не будет каких-то реальных доказательств, потому что у нас всегда человек застрелили, значит, он боевик, это он был причастен к тому-то, тому-то и тому-то, только уже доказательств не соберёшь и его не спросишь. Поэтому послушаем, что будет в результате получено. Да, напомню, что ИГИЛ это запрещенная в России организация. СМС портал плюс 7 921 970 2240 и пришло сообщение за подписью А.Н. Произошли чеченские события и смотрите, какие интересные смысловые подтексты. Далее он цитирует, не знаю насколько точно, парламент, администрация, правительство на месте, сразу заявляет Кадыров, явно показывая таким нарочитым перечислением какую-то глубинную неуверенность в незыбленности своих позиций. Восказательный знак ставит наш А.Н. Вот вам и практическая психология. Я понимаю такие вещи. У нас, как в советское время было, существует определённая благостная картина, в которой кругом народ одобряет, поддерживает начинание партии правительства. И если в каком-то вверенном хозяйстве у секретаря обкома вдруг начинаются то ли демонстрации, то ли листовки, то ли диссиденты, а не дай бог ещё открытые выступления, то сверху задаёт вопрос, что вы там у себя допускаете. И чаще всего этот человек может оказаться крайним. И здесь есть реакция, это уже послание наверх, федеральный центр, что мы здесь всё контролируем, всё в порядке, не извольте беспокоиться, всё будет хорошо. Вот что, собственно, означает подобное заявление. Потому что, да, произошедшее однозначно выламывается из того образа, из той информации, которая постоянно демонстрировалась, и отправлялась наверх. Другая тема. Президент Владимир Владимирович Путин посетил Токио. Велись многочасовые переговоры относительно так называемых северных территорий, то есть Курильские острова, которые в Японии именно так называются. Ну, известно, что они претендуют, эти острова. Из-за этого не подписывается мирный договор. Вот ваше отношение к итогам этого визита. Это прорыв какой-то в направлении или никакого прорыва не произошло? Первое. Пока шансов на прорыв нет никаких. Надо сказать, что вопрос северных территорий, южных Курил, как ни называете, он находится в фокусе внимания общественности и одной, и второй страны. И руководители стран сегодня не в состоянии шевельнуться со своих позиций, без того, чтобы очень сильно потерять во внимании и уважении. Пока этот вопрос будет находиться в обостренном состоянии, вариантов нет для решения. Даже компромисс невозможен, потому что каждая сторона обвинит свое руководство в предательстве интересов Родины. Когда вопрос не является таким острым и внимательным, он решается. Например, разграничение территории с Китаем на Амуре. Там же был передан китайцам Тарабаров остров, вот уже это подписывал президент Путин. Да, были местные митинги, выступления у людей, там на этом острове находились дачи и так далее, и тому подобное. Но страну это не интересовало, и вообще он прошел довольно спокойно. Потому что там, возможно, были компромиссы, разграничения территории и так далее. Здесь вариантов подобных сегодня просто нет. И мы же помним, например, переговоры Ельцина с руководителями Японии, когда говорилось, что у нас тут несколько вариантов, подходов мы изучаем. Это был некий зондаш, как будет реагировать общество. Общество реагирует крайне настороженно, крайне болезненно. И после таких зондашей все было остановлено. Понятно, что вариантов сегодня нет. Вот поэтому здесь вариантов нет тоже. Удивительно другое, что японская политическая элита себя убедила в том, что возможен прорыв. И они, в общем, и с нашей стороны тоже были созданы какие-то сверхожидания, что вот сейчас произойдет нечто, и все как-то начнет развязываться. Та сторона считала, что, видимо, они откроют себе дорогу к северным территориям. А мы считали, что мы сейчас откроем себе дорогу к японским деньгам. Да, ничего при этом не... Давая при этом сигналы, что мы ничего отдавать не собираемся. Ну вот, собственно говоря, в Японии глубокое разочарование итогами переговоров. 53% населения оценили это как негатив. 38% оценили позитивно. И на 6% просил рейтинг правительства. И им надо идти на выборы. Они, наверное, хотели, как всегда, плюсов, получили минусы. Есть, конечно, элементы, которые нам до конца сегодня непонятны и неоткрыты. И об этом намекает премьер-министр Японии на то, что есть договоренности о начале переговоров о совместном использовании тех территорий. И там, якобы, возможны некоторые неожиданные продвижения. В чем там основная проблема? Чье законодательство будет работать на этих территориях? И наши бы высказывали всегда, что однозначно наши. Но тогда это означает, что, приходя туда, японцы де-факто признают нашу юрисдикцию. Они настаивают на том, чтобы это была территория фактически экстерриториального свойства. Там бы работало вообще какое-то законодательство, ну, типа британского или еще чего-нибудь. Я не знаю, как мы в состоянии будем оформлять подобные изъятия законодательные. Хотя, в принципе, у нас законодатели талантливые. Они, наверное, смогут это оценить. Но пока картина такая, что подписано 68 соглашений. В целом они оцениваются на 2,5 миллиарда долларов. Но в основном это меморандумы о взаимопонимании. Твердых контрактов и реальных денег довольно немного. Потому что бизнес японский крайне насторожен. Он рисковать не готов. А Япония это рыночная страна. Правительство не может обязать бизнес встать и пойти работать в Россию. А речь, конечно, идет о том, чтобы сюда пришли японские деньги, японские технологии. И речь не идет, чтобы наши деньги, наши технологии отправились в Японию. Но пока, к сожалению, мы к этому не готовы. Да, речь идет об ослаблении территориальных посещений и тому подобное. Дальше будем смотреть, как будут развиваться вот эти все протоколы о намерениях. И будет ли действительно сделаны какие-то шаги к совместному использованию подобных территорий, которые, еще раз подчеркну, потребуют выведения этих территорий в особую юрисдикцию. Я, честно говоря, пока смотрю на все это довольно скептически. Опять же, принимаю во внимание, что мы продвигаемся к предстоящим президентским выборам. Что требует занятия соответствующих позиций со стороны президента. Ну, до конца первой части нашего эфира остается порядка одной минуты. Вот такое событие связано с партией «Народная свобода» Парнас, где вновь избран на съезде председателем Михаил Касьянов, но зато очень многие другие функционеры, его заместители, представители региональных членов исполкома, в общем, кто до, а кто после съезда покинули партию. Что, с вашей точки зрения, там рухнула партия или в каком-то виде продолжит существование? Вы знаете, ну, безусловно, это печальное событие. И для оппозиции это еще один сигнал, что надо как-то менять те способы действий. Потому что у нас партии, что правящие, что оппозиционные, что полуоппозиционные, они могут сколько угодно меняться при одном условии, если лидер тот же сидит. Поэтому лидеры, которые считают себя незаменимыми, неизменными, великими, независимо от результатов выборов, это, конечно, архаика. Конечно, по партии должны понимать свои проколы, менять свои подходы, но и периодически запускать внутрипартийные механизмы демократии. Партия не является собственностью руководителя, даже ее создавшего. Хотел бы сказать, что если мы строим либеральную партию, а вроде сказано так, что это партия народной свободы, значит, она должна демонстрировать и соответствующие принципы. То есть, ориентированность на идеи, а не на вождей, возможность проведения свободных дискуссий, а не партийные чистки, когда люди начинают возражать. И, в общем, понимание, что надо демонстрировать соответствующий механизм. Если мы хотим, чтобы на верхнем уровне, на уровне президента, были два срока пребывания в власти, ну, покажите этот вариант на уровне партий. А тут у нас же вождиты вечные. Похоже, все хотят уйти прямо в мир иной, споста руководителя партии. По 23 года у нас основные партии возглавляют бессменно одни и те же люди, но это чистый застой. И второй момент, конечно, вернемся чуть-чуть к тому, что происходило. Малые партии должны с большой осторожностью пользоваться механизмами, типа праймерис, когда выдвигаются кандидаты, потому что они очень сильно уязвимы для манипуляций. И мы видели, что произошло в Парнас, когда они получили в виде номер два откровенного человека совершенно противоположных взглядов. И очень сильно ударили под собственную электорату. И постарались при этом никаких ошибок как партия не признавать. Я думаю, что впереди у партии тяжелые времена. Но, как, в принципе, и у всех партий либерального спектра, я думаю, что очень много придется поработать над тем, чтобы снова получились достаточно авторитетные и сильные структуры на этом фланге. У меня такое ощущение, что без серьезных кадровых изменений это уже не произойдет. Ну, и еще одна тема от партии Парнасова теперь к нам в Санкт-Петербург. Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета вышли на Морсово поле с требованием отменить слияние географического и геологического факультетов и, что важно, вернуть выборы ректора. Ну, Фонтанко сообщает, что со ссылкой на преподавателя, что им не согласовали митинг, поэтому около 10 человек решили провести одиночные пикеты. Главное требование теперь остановить репрессии. Из-за протестов против слияния факультетов уволили лучшего лектора Сергея Шрущева. Ему в свое время Кропачев вручал это звание. Но, в общем, недовольные действиями ректора Николая Кропачева выходит на Морсово поле уже в пятый раз, напоминает Фонтанко. Надо сказать, что мы боремся по-прежнему с наследием царя-освободителя Александра II, который за 17 лет, все те же 17 лет управления, провел громадное количество реформ, о которых не грех и напомнить. Это прекращение крепостного права, освобождение крестьян, это отмена военных поселений, это реформа высшего и среднего образования, военная реформа, финансовая реформа, земство, городское управление. И все это было сделано в течение 17 лет. Потому что страна получила гигантское ускорение. Так вот, реформа высшего образования вела к тому, что это должна быть самоуправляемая система. Так же, как это сделано во всех странах мира. Вообще-то ученые в состоянии определиться сами, как им организовать процессы, как им вести научное исследование и преподавание. И министерский чиновник, чаще всего имеющий весьма посредственные результаты по сравнению с этими учеными, а как в наших условиях, еще чаще всего и оворованную диссертацию, вряд ли в состоянии принимать решения столь важные и столь серьезные. Потому что научная корпорация все-таки это люди, уважающие себя, это личности. И поэтому тогда, в 1863 году, была введена выборность ректоров и была введена выборность деканов. Так как это происходит во всем мире. И вот дальше нас, даже эти элементы внутренней демократии вызывают, что называется, полное неприятие. Нам хочется построить вертикаль везде. Как внутри вузов, так и вертикаль из министерства. Как все время нам кажется на уровне инстинкта, что единое централизованное, это лучше, чем разнообразное и децентрализованное. А реально, дорога к единому и централизованному приводит к остановке развития, приводит, собственно говоря, к застою его рождения. Что мы и имеем постоянно. Так вот, конечно же, если уж кому-то начинать пробовать демократические институты, возможности самоорганизации, это как раз и ученые, как наиболее подготовленная группа. Поэтому я не стал бы вдаваться в детали, хорошо или плохо сливать факультеты. Это дело вкуса. Но пускай это тоже решат ученые, собравшись, обсудив и так далее. Если мы посмотрим на тот же Оксфорд, это целая невероятно сложная корпорация отдельных структур, которая самоуправляется, там даже трудно понять, как они самоуправляются. Но ничего справляется, и результаты получаются очень хорошие. Вот это, конечно, очень важный момент, который должен произойти. И вторая вещь, конечно, надо переходить к этому, это понятно. И вторая вещь, это вопрос, связанный с тем, как мы реализуем статью Конституции одно из древнейших прав граждан собираться мирно без оружия и выручать правительству петиции. То, что у нас тоже записано как отдельная статья в Конституции. Эти уже даже проблема выразить свое отношение к вопросу о выборах ректора или слиянию факультетов в виде митинга или какого-то пикета уже становится проблемой. Как кажется вначале, это все работает на укрепление власти, усиление. Но, как показывает опыт, в результате накапливается энергия, которая потом просто взрывает систему. Это неправильные шаги. И зажимать все до последнего шага голоса или требования, это плохая идея именно для стабильности и устойчивости государства. Сергей Алексеевич, вот тут неожиданный вопрос пришел от Никиты из Петербурга. Как Сергей Алексеевич относится к утверждению, что российская власть это нерушимый союз КГБ и ОПГ? Я могу так сказать, что я не отношусь к этим утверждениям довольно скептически, поскольку у нас есть такое желание представить себе, что власть взялась откуда-то у нас с неба, или нам ее прислали американцы, или откуда-то она возникла, и вот мы страдаем под гнетом той власти, которая откуда-то к нам пришла. Реально у меня есть глубокое убеждение, я всегда об этом говорю, что власть всегда плоть от плоти народной, и народ всегда заслуживает то правительство, которое он имеет, и в этом смысле и по голосованию, и по поддержке мы видим, что в значительной степени те методы, те принципы, те способы, которые используются, они находят широкую поддержку не только на словах, но и в собственных действиях. Попробуйте что-нибудь оставьте без присмотра, вы знаете, чем это закончится. Вот, собственно говоря, это и есть та проблема. Мы голосование честно организовать не можем, потому что не удается найти достаточное количество честных людей, которые бы все это провели в соответствии с законом, на каждом участке, на каждом квадратном километре. Вот проблема, это национальная проблема, это не только то, кто там у нас собрался во власти. Премьер Дмитрий Медведев пообещал, что на его новогоднем столе будут отечественные продукты, причем с тех предприятий, которые открылись в последние годы, подчеркнул премьер-министр в эфире НТВ, Медведев сказал, что важнейшие задачи по импортозамещению в стране уже решены. А вы знаете, вообще комментировать заявления премьер-министра у нас довольно сложно, поскольку они чаще всего оказываются либо не очень содержательными, либо странными. Я думаю, что он уже ездит на отечественном автомобиле, пользуется отечественным гаджетом, лезает на отечественном самолете, лечится на отечественном оборудовании, и дальше список бесконечен. Поэтому, конечно, лучше всего заявить, что вообще проблема разрешена, и о ней забыть. Как о модернизации, как о национальных проектах, это очередная идея, которая, похоже, сдается в архив, хотя это сдается правильно. Потому что постановка задачи импортозамещения всего и вся ведет к закрытости экономики и к ее гигантской отсталости. Если вы завтра решите произвести, например, часы, то в дальнейшем станет вопрос, а где вы возьмете оборудование, на которых вы будете производить части, и дальше будете выяснять, что по всей длинной цепочке вы даете до сырья. Так же, как завод Автоваз, который был сюда привезен и куплен у итальянцев, не вставал в нашу экономику, потому что она не могла обеспечить его необходимым качеством металла, потому что он просто не выплавлялся, и не катался такой тонкий лист. Вот поэтому, на самом деле, вот уже в послании даже президента больше не говорится про импортозамещение, а говорится совершенно понятная вещь, о которой всегда говорили экономисты, я уже год назад писал. Надо развивать экспортно-ориентированные отрасли. Если надо для этого закупать оборудование импортное, надо закупать технологии и так далее, надо делать то, что вы умеете делать лучше всего. И встраиваться в мировое разделение труда по-другому невозможно. Мир уходит вперед в связке. Мы сильные в сельском хозяйстве. Сегодня у нас экспорт сельского хозяйства, больше, чем оборонная промышленность и продукция вооруженных сил. Мы сильны в IT. Мы, значит, 14 миллиардов долларов обоенному проставляем оборудование, 16 сельского хозяйства и 7 в области информационных технологий. Вот это надо развивать, это надо делать для того, чтобы избавить страну от полной зависимости от продажи нефти, газа и прочего невзобновляемого сырья, которое когда-то закончится. Вот чем надо заниматься реально, искать, а в чем же мы можем сильнее, как мы можем это сделать. Еще одна задачка, которая была, которая, конечно, меня привела в изумление, сформулирована в послании, сказано, что сейчас у нас в оборонке производится 16% гражданской продукции, а к 2025 году мы уже хотим 30% гражданской продукции там иметь, 15% рост за 9 лет, а потом за 5 лет еще 20% прироста, 50%. Мы помним, как была объявлена конверсия времена Горбачева, и с ней не справились. Переходы от 40% гражданки до 60% гражданки. И сейчас мы понимаем, это означает, что можно ожидать серьезное сокращение военного осигнования в будущие годы, предстоит колоссальная реформа вот этого всего, всей этой продукции, этой сферы. Это потребуются колоссальные деньги, и в значительной степени инвестиции, технологии и оборудования, которые придется, опять же, закупать там, где они сегодня присутствуют. Вот о чем надо думать, а не о том, какие продукты будут стоять у президента, у премьер-министра на столе. С чем я поздравляю. Спасибо большое, Сергей Цепляев, член комитета гражданских инициатив, был в студии ЭХО. Всем спасибо и всего хорошего.